Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Аминь. Номер 77. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 26 февраля 2016 года. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II записана им в своем дневнике. 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Вот он написал, а так он его понимал сам-то или нет. Когда Державе написал Оду Бог, то один из революционеров, известный ему Кихетбекер, он написал до полноти. Да сам-то Гавриил Романович понимал ли, что он написал? То есть такие слова, которые он написал, так просто не приходит, а осознавать будешь. Так вот, кругом измена, он видел эту измену. А в чем она измена-то, он не пояснил. А теперь смотрим, я много размышлял об этом. Измена чему? Измена ему. Он на это только говорил, измена. Что война идет, и вдруг начинается переворот какой-то, и все генералы, и его дедья там, и кто-то были у него, все братовья, все за то, чтобы он отрекся от престола. Изменники. Он их награждал, они были... Но суть-то в том, что система. Вот есть такие свидетели Иеговы, архиеретики, то есть они даже не еретики, а дальше опустились. У них есть система вещей, система вещей. То есть понимают ли они это, но смысл выражен в этом тот, что окружает человека, это система вещей. Не вещей, а сама система. Человек партийный. Он в системе партийный, он там винтик, шурупчик, гайка. И он не может ничего сделать по-другому. Я вот понимаю, разговариваю с ним, да я все понимаю, но я не могу, понимаете, у меня сразу там воля с работы. Я вот учился, и сразу диплом пропал. То есть система, он зажатый. Когда говорится, что человек сотворен по образу Божию, то надо понимать, чего именно Бог вложил в человека. В первую очередь, свобода, бессмертие, что Бог дал человеку. Он свободен. И когда говорится, возлюбить Господа Бога всем умом, всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью, четыре раза слова всем. Каждое слово всем умом. Это значит подчинить все. При рождении свыше должен полную провести ревизию. Не нужно отбросить. Все это как будто не было. Наполни другим эту коробушку свою. Всем сердцем. А теперь разберись, что такое сердце. Это глубокие воды в нем. Сердце человека крайне испорчено. По природе душа у человека христианка. Тортюля наберут. Не добавляю, что христианка при творении была несчастной. Она сейчас язычница рождается. А двух язычников как она может быть? А двух плотских людей кто родится? Ева 14.4 говорит, кто родится чистым нечистым? Точка. Не один. Точка. Беззаконие, защитая у греха родила мать моя. Венщины брак. Не венщины. Это остается в силе. И вот здесь понимал он или нет. Это система. Мне приходилось однажды беседовать с близким мне очень епископом. И вдруг он начал говорить о системе вещей. Слышать не хотел. И вдруг. Это знаете, это такое страшное дело. Это система вещей. То есть он понимает, что это такое. Это система вещей. Видимо, дали указание, чтобы он говорил голосовать за этого президента. И он прямо в храме говорит, голосуйте за президента. Видимо, душа там протестует. А система вещей. Вот такая-то страшное дело система. Вот это система царская. Ты должен делать только так. Ты должен делать только вот так. То есть не сверяясь с Библией. Вот человек сегодня находится, ну допустим, скажем, у яговистов где-то. У него обязательно вот то-то, то-то делать. И никуда нельзя отвернуть. А свобода, какая свобода? Свобода брошенного камня. Камень летит свободно, но летит туда, куда его бросили. У православных та же история. Особенно у монашества. Свобода вообще никакой нету. Нету никакой. Система. И вот о системе ты должен быть. Вот старообрядцы. Он стоит уже даже сам. Любой, который у них там архиепискот, митрополит. Это он показывает. Я такой же, как надо. Вот два пальца. Дальше никак. Это вызов. Если Гетлер, значит, вот. Он создал систему, и он не мог из нее выйти никуда. Никаких сепаратных договоров. Ничего нет. У ГЕС попробовал по-своему, и туда же отправили. Он не может выйти из системы. А если бы он мог выйти, он понял бы, что я изменяю этой системе. Система меня накажет. Она раздавит. Распылить тебя в лагерную пыль. У христианина не так все. Я обратился к Богу. Ну возьми маленько, куси чуть-чуть сало свиное. Семеро идут на костер. Мать уговаривает, только не отрекитесь. Я вы их получу на небе. Вся ваши отрезанные пальцы будут на месте. Всего ничего. Так вот, надо понимать свободу. Если тогда бы судили, Евангелие было, они поступили правильно. Вторая Маковейская, седьмая глава. Матери Маковейской. И здесь царь, понимал он или нет, что он-то главный изменник. Я копаю, дальше вижу, что он изменил тому, что Бог заповедал. Один-единственный человек криком кричал, не делай мобилизацию, папа. Григорий Ефимович Распутин. Все так обтекаем. Он конкретно говорил, сгоришь ты и весь дом твой. Все погибнут. И трусость. Ну а потусить говорить не надо. Участь боязвих в озере Огеном. Бояться как огня. Я беседую, нормальный человек. Видно, что не подкаблучник. Хороший, сильный человек. Я говорю, ну а ты почему молчишь? Ты же это видишь? Боюсь. Меня сразу везде зарубят, нигде не будет. Это Артищев говорил, что я деньги, портопопа в вакууме, когда я ссылки воротил. Он говорит, а ты-то сам что? Боюсь. Я уважаю тебя, ты молодец. Боюсь. И вот это вот трусость. Как бы меня откуда-то не выкинуть. Обязательно, что за эта трусость, это какая-то выгода. Вот я струсил, а меня оставили на месте. Я занимаю должность свою там где-то, как-то. Мне что-то платят. Обязательно связано с мамоной. Говорит, не можете служить Богу и мамонне? Не можете. Две тысячи лет доказывают. Можно, это можно. Это неправильная праза. Вот сейчас будут великий пост. Господи, владыка живота моего. Дух праздности, ныне любоначальное празднословие не дашьми. А было, у старобрядцев сохранилось. Сребролюбие. Взяли, выкинули. И теперь об этом не говорится о сребролюбии. И поэтому только о деньгах. Все за деньги. Крещение за деньги. Ну, добровольное пошерстование. То есть такое лукавство, лицемерство. И вот все заложено здесь. Ну, обман это привычный уже. Везде, если ложь идет, то и обман. Обман в семье, обман в дети. Друг другу обманывают. Тройная ложь. Везде прикрывают. Ну, и вот вопросы, которые задают в контактах одноклассников, я не бываю, чтобы сами заходили в наш форум и на форум прямо подавали. Вот считайте, что тут есть. Дальше я говорю объявление, чтобы помогли составить содержание каждого ролика. Вот уже третий человек подключился. Подробно так все это указал. Посмотрите. Вот я дальше показываю. Ну, и объявление. Вот это вот с этим не могу разобраться. На нашем сайте, вот наш сайт. Вот он, наш сайт. Как он выглядит. Библейский православный сайт. Вот здесь книги наши. 38 и 7. Получается 43. 38. 5. Даже 45 книг. И надо кратко содержать. Ну, и вот книги пошли. Но они в какой-то такой форме, что их трудно считать. И поэтому просьба. Вот тут и ткнили сразу на форум. Ткнешь сразу на наш видеоканал. Но тут нужно что-то сделать. Вот какие слова. Видите, буковки стоят. Перевести в онлайн. 3, 4, 5, 6, 7. 7 вариантов. Теперь объявления. Идут у нас занятия по изучению Святой Библии. Вот прочитайте. Во сколько? То и нужно сначала позвонить, чтобы Сергей потом вас вызвал. А то сами во время занятий стучатся, а там нельзя что-то сделать. Я не понимаю. Вот. Набирайте пупков Сергея один. Ну и дальше. Что за вчерашний день? За полный день. Какие поступили сведения? Ну, только малая-малая часть этого беру. Тут вы говорите, только берете, где похвальба, то другое. Ну, человек не понимает, что говорит даже. Я сейчас буду показывать совершенно к нам не относящиеся. Поставили тут, скинули там Вселенский собор, седьмой там иконы. Я поставил, как прислали-то. Как тут взъялись. Да это еретически там. Ну, я показал, что есть. В конце каждой газеты пишут, что редакция может не разделять мнение автора. Ничего не понимают. Почему? Потому что в системе находятся. В этой системе, которая не позволяет никуда шаг сделать. Александр. И в сотый раз относительно десятины. То есть, ему кто-то прислал, а Александр перестал мне. И тот человек пишет. Бог. Это Бог, видите, Б и Г. Это еврейское. Зачем? В имени Божьем. А вот кто-то первый это придумал, мудрость какая-то. Дальше. Предназначил десятину для двух категорий граждан. Первое. Колено Леви. Так как не дал Левитам участка земли, они должны были кормиться от десятин, колен Израиля и служить при храме. Одиннадцати колен. Ты не произнес слово одиннадцати. Одиннадцати колен Израиля. Служи при храме. Второе. Бедные люди, сироты, вдовы, пришельцы. Второзаконие 26.12. Когда ты оделишь все десятины произведений земли твоей в третий год, год десятин, и одашь левиту, пришельцу, сироти и вдове. Десятины и пожертвования приносились в храм. Никто в церквях не может использовать местописание о приношении десятин в храм для сбора пожертвований. Порог Малакия 3.10. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстия небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка. А, так это в Ветхом Завете было, взяли, Ветхий Завет. Ветхий Завет, а в нем это ничего не надо. Вот это пришло, почему? Потому что не дают. Современные общины не являются домом-хранилищем, прообразом, образом, необразом и так далее, иерусалимского храма. То есть это пишет какой-то там протестант, сектант, и он говорит. Десятина является святыней Богу, предназначенной для содержания храма и служителей при храме. И всякий верующий, берущий в свою руку десятину, предназначенную Богу, и не являющийся потомком из колена Леви, берет заклятое и обворовывает Бога. Новый Завет для обеспечения пасторов проповедника определил такую форму о получении доходов от благовестия. Галатам 6, глава 6 стих. Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим. Эта форма обеспечения служителей ставит их в зависимость от паствы. И есть ли ему нечем наставить верующего? Если такие наставления, в кавычках, верующему не нужны, так как заводят далеко от Бога, то такой наставник, в кавычках, остается голодным. Евангелие от Матфея 6, глава 3 стих. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая твоя рука не знает, что делает правая. 2 Коринфянам 9, 7. Каждый и уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Вы обязаны давать доброохотно. Никто не имеет права принуждать, понукать, советовать, подбадривать, запугивать, подзадоривать, тебя жертвовать. Ты жертвуешь настолько, насколько расположено твое сердце. Так что правая рука не знала, что делает левая. И наоборот. Это опять ставит в зависимое положение проповедников. Не готовился к проповеди? Сказал глупость? Сердце человека не расположилось. Не расположилось, ничего не дал. То есть зависит от того, расположенный или расположенный. Видите, какой вывод-то делает? Не расположенный, все и нет. Подоходный налог, а не расположенный. И все, ничего не от меня не получите. Налоговая инспекция фигушки вам. Видите, как вывод делает? Это надо до конца сейчас прослушать. Видите, я беру что? Я беру то, что прислали, а потом дам ответ. А тот, кто прислал православный, прислал-то, дескать, вот они так рассуждают. Пришел такой момент, когда 99% пасторов с кафедр городят глупости. Городят. Городят. Призывают идти воевать, вкладывать деньги, любую ересь городят. Вот видите, как. И требуют по закону от прихожан десятину. Собирая с вас десятину, они навлекают на себя проклятие. Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стих. Горе вам, книжники-фарисеи, лицемеры, что даете десятину смятой, они и сайтмина, и оставились важнейшие в законе, суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Говорят, посмотрите, этому учит Новый Завет. Действительно, этому учит Новый Завет. И фарисеи, и апостолы, и Христос давали десятины. Но кому они давали? Храм, калину, леви. Все остальное берут десятины незаконно, попадая под проклятие. Ихи подпадают под проклятие. Если вы уверовали в 90-х, во время открытия большинства церквей, вы можете проанализировать, что из первых верующих до сего дня осталось, может, 5% от пришедших тогда. И в церкви постоянная текущая. А это как уж к чему относятся, так я и не понял. Какое отношение имеет текучка к десятине? То ли меньше получает. Основная проблема этого – десятина. Получая десятину пастора, становятся наемниками, которые творят, что хотят. Измываются над стадом. Скармливают овцам духовную блевотину. Если бы эти пастора заботились о своем стаде, то многие бы посещали общины и сегодня, а некоторые не умерли. Это тоже непонятно. Посещали общины сегодня. Какие общины? Не умерли. А некоторые не умерли. А как не умерли? Тоже непонятно что-то. Пастор должен быть полностью зависим от паства. И в любой момент должна присутствовать опция переизбрания. Иначе появляются духовные наполеоны в кавычках. У пастора не должно быть сверхдоходов. Он должен получать среднюю взвешенную по региону зарплату. Например, Украина – 24 тысячи гривен. Россия – 15-25 тысяч рублей. И так далее. Но и эту зарплату он еще должен заработать через пожертвование. Основная трата общины за пожертвование должна уходить на богатое убранство зданий. И не на автомобили для пасторей. И не на самих пасторей. Основные траты должны быть на заботу о ближних. И на проповедь Евангелия. Это совсем не посещение конференций. И на помощь нуждающимся. То есть, как же не на самих пасторей? А куда тогда? А как они будут жить? То есть, совсем тоже непонятно. Что-то где-то как-то может быть. Ну, вот что-то я затронул оно самих. Например, Павел собирал пожертвование на помощь нуждающимся в Иерусалиме. Так и вы должны собирать помощь нуждающимся в близлежащих селах и у себя в собрании. Но и это не должно быть побором. Когда выскакивает оголтелый юноша, призывает всех достать кошельки. 2 Коринфянам 9 глава 5 стих. Посему я почел за нужное упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. Запомните, служители в церкви обязаны. А вот человек, который прислал мне и говорит. Александр, мир вам, Игнатий Тихонович. Как относиться к этому писаному? Спаси Христос. Дальше я отвечаю, разбираю вот это, что есть. Вот видите, сколько времени тратим на это. Меня и не касается это. Ответ, судя по тексту, это пишет не православный, а еретик. Пастыры, в кавычках, такого слова нет в Святой Библии. И судя по тексту, он давно ворует у Бога. Иеговы, Божию Святую Десятину, и не платит ее, а выискивает гнилые подпорки, чтобы остаться вором в законе. Оправдать свое святотатство именно законом. Вот автор и есть самый настоящий и ревностный вор в законе. Видите как? В законе. Малую часть из его, как он выразился, духовной блевотины, в кавычках, можно коснуться. Но издали, чтобы не разворошить, еще большее духовное жезловоние еретика. И слово Бог, кавычках, пишет как «завзятый жид», скрывая имя Божие. Бетер это точка Г. Зачем он ворует буквы удивления на О? Буква О, говорим О, не на, где на-то нету. О. За одну букву Бог накажет, ибо оценил ее дороже неба и земли. Даже и краткое, иоту, и черту. Ну небо и земля, говорит, предать, ни одна черта, иота из закона. Лука 16, 17. Он пишет. Десятина является святыней Богу, предназначенной на содержание храма и служителей при храме. И всякий, берущий в свою руку десятину, предназначенную Богу, и не являющийся потомком из колена Леви, берет закрытое и воровывает Бога. Дальше. Игла не берет, в кавычках, а не отдает Божие Богу. И потому является вор. Всякий и не мог брать по своему произволу десятину. Туда ему и вход был закрыт. То есть это он придумал сам кто-то, берет, нигде в Писании этого нет, чтобы десятину кто-то брал. Вообще этого нет. Явно что, многоглаголевый враг десятины, тщится как-то доказать то, что недоказуемо. И еще, Матфея 6, глава 3, стих. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. То есть речь идет о милостыне? О милостыне к десятине какое-то отражение не имеет. Он видит, как хитро подходит. Повторю послание Коринфянам, 9, глава 7, стих. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огрыщением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. Уделяй, да. Никто не имеет права принуждать, полукать, советовать, подбадривать, запугивать, подзадоривать, тебя жертвовать. Ты жертвуешь настолько, насколько расположено твое сердце. Так что правая рука не знала, что делает левая. Это я вам привожу. И опять ставит в зависимое положение проповедников. Не готовился к проповеди, сказал глупость, сердце человека не расположилось. Не расположилось, не дал, отмечаю. Милостыня и десятина в данном случае не на одной ступеньке. Десятина вымерена, а милостыня от расположения. И может быть намного больше десятины. Понуждать, подбадривать и прочее, где нельзя делать. Явно, что все это закачивает в воров. Этот вор в законе весьма усердно и бесталанно. Так и нужно расположить сердце, убедить его, умягчить. Сказано же, Еремея 17 глава 9 стих. Не надо стихи считать. Лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Дальше. И убедила нас, а содержание благовестников накормила, напоила, приветила, дала на дорогу и есть. Что убедила, будучи этим проповедником, еще ранее убеждена. Она признали меня гордое за них, и она убедила. Убедила. И еще пишет. Собирают с вас десяти, но не навлекают на себя проклятие. Подобные пассажи читать вредно. Тем более комментировать, выражая согласие. Да. И еще. Посему я пошел за нужное, упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились. То есть еще до прихода апостола Павла озаботились, убедили, расположили, чтобы заранее отложили и не прикасались к уже пожертвованному. Слово Божие говорит, а как же так? Они мало дали, а он убеждает, уговаривает. Да в этом смысл и проповедника. Горе вам книжники, фарисеи и лицемеры, что даете десятину смятым, они и сайтмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Делать надлежало, уже надлежало. И разве это было только в Ветхом Завете? Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. И как же превозлежли это святую десятину? Как вопрос? Превзойти надо, не десятину только платить. Продавайте имение ваше и давайте милость. Это Господь говорит. И дальше сказано. И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Вот так. Платили не менее девяти десятин. И полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду. То есть это некоторое, это не на всех. Это, как видим, продал, отдал все. Еще у которого была своя земля, продав ее, принес деньги, положил к ногам апостолов. А что тут непонятно? Сколько платил? Сто процентов отдал, а дальше питался за счет того, что есть. Нельзя убеждать, говорите, что вы платили десятину свою, знак вопроса. Святую. Святую. Что же тогда сделал Дух Святой через апостола Петра, за что поразил членов церкви? Утаил из цены, сведомо и жены, свои, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Александр. Благодарю, Игнатий Тихонович. Я тоже заподозрил с первой отстрочки, где неуважительно украдена буква в слове Бог. Но все равно решил вас спросить. Простите, что отнял время. Ответа я знал, что такой будет, но так уже уверенней. Спаси Христос. Ответ. У нас вчера сильно потеплело на улице. Спрашивают, почему это я звоню, а вас тут нет. Я отвечаю, почему. У нас вчера сильно потеплело на улице, и нужно было срочно снег скидывать с крыши и сделать рог возле домов. Откидывай снег, а иначе стены будут мокрые. Мне можно звонить с 5.00 до 17.00 Москвы. Но предварительно сначала скидать запрос, свободен ли. А то тут идут занятия по скайпу, по изучению Святой Библии, по Святым Отцам. Звоните, если есть нужда и возможность. Один священник заходил, но я ему дал теперь. Один человек говорит, некто уже, скрываю даже. И все же, с чем это связано? То есть, что за эдакая причина, что нападающие столь долгое время на вас, СД, не могут никак угомониться. Чем же вы им так сумели насолить? Или на больное место мозоль наступить сподобились? Они нападают, клемят вас так, что просто жутко становятся за вас. Да и за них, ибо такая непрестанная злоба и преследование не только им не полезна, но, судя по времени, вошла им в мозги, как заноза. Может, и вам нужно что-то изменить? Узнать эту причину и устранить ее, и как-то замириться? Никак. Это невозможно. Христос мог с теми замириться, кто распял? Никак. Павел мог с киллерами замириться, даже попытки не делал. Наоборот, его 470 воинов охраняют и повели. 470! А кто делает нас травлей? Дьявол. Это тоже. Им нужно только уничтожить, только смерть. И смертью, чтобы они тут свистопляской закончили. Они нам меньше не согласны. Ну, Павла нету, а послания остались, они за ними будут гоняться. Они никак не могут остановиться. Так и эти. Почему они? Ну, потому что эти люди в системе находятся. И система эта, в которой они находятся, где бы они ни были. Особенно ярые, это относящиеся к миссионерским отделам. Придумали отделы. Никто не знал этого. Побудил человека. Бог, он пошел, свидетельствует, говорит, нет, деньги, обязательно с деньгами. А теперь должность, ему платят за это. И теперь он сделает все, говорит, из кожи выворачивается, вылупается. И он не может быть другим. Не может, это система его. Сам по себе он может дома-то и хорошей, с женой там, с детьми. Но здесь он свирепеет буквально. И что только не видит, он все будет против говорить. Ему надо сломить, перемолоть. И другим доказать. Я на своем месте. Подойди, любого со мной. Ткнули его. Все, Андрея нету. Молисты стали составлять на Кураева. Все, вчера только вы в глаза заглядывали. Вчера только в рот ему смотрели. Мгновенно и сразу. Куда покажет, ну, кто там, система руководит. Но тут прикормка, помаленьку. Кидает, вот я хожу, собак прикормил, они у меня хорошие. А на другого там, где я следую, они могут разлиться. Так это же вовсе не секрет, что подобное было уже под солнцем. И о том нас свидетельствует Святая Библия. Что до определенного момента могут быть такие и в числе слушателей. Но потом, когда им будет указано на их жестокосердие и безбожество, что они и есть самые настоящие кровопийцы-убийцы. То есть самые настоящие упыри-пупыри. То есть они на меня говорят упырь. Упырь, я упырь. Я уже доказал вчера это дело, ко мне не относятся. Но я как судья, я показываю документ, показать кто, откуда, откуда мой заработок. А он вор, я показываю мои расходы. Даже дневники мои и то рассматривают. Они не знают, а вы... Ну как я должен доказать, как? За мной слишком много стоит. Я показать должен, что это неправда. А упырь это убийца, кровопивец там, вурдалак. Так это вы убиваете-то их там, которые приходят за деньги-то. Вы их убиваете. Это жертвы. Питаетесь кровью, хватаете, жрете их полным ртом. Это Иезекииль пишет. Тридцетчетвертая глава. Прыщи церковные, патриаршие кодла бешеных волков. То тут они и идут разнос, теряют рассудок и мечутся, мельтешатся, как тени в заброшенных капищах и могильных склепах. То есть у них ничего нет, ничего нет. Завтра будет, встретимся, он будет нормально разговаривать. Но вот вместе, когда они куча собрались, тут они тогда дадут. Вы же возьмите. Предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Святой Исидор Пелусио. Я говорю не такими словами. Я сказал там какое-то слово грубое. Ну ладно, сказал не так. Но которые мягкие говорили, то дело-то испорченное. Оно вас не трогает. Может такое слово тронет? Ну почему я не пытался мягкими словами, Иоанн Креститель, приходящих крестить. Ну приветик, поцелуй в головку. Никого не осуждая всех. Нет, порождение змеи Ехидины. Он видел, зачем вы пришли. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? А эти не бегут от будущего гнева. Это вера-то никакой нет. Мне пришлось раньше считать вариант перестройки. Американская журналистка одна говорит. Ну вот мы были здесь, а почему вы про это написали? Вам говорят, сенсоры не пропускают? Да нет, у нас сенсоры сейчас нету. Да нет, говорит, сенсор внутри сидит. Вас уже приучили к этому. Вы заранее знаете, это не пройдет. Нет, это не пройдет. Я сдавал статьи, я много печатался в прессе. Просто в разных газетах, журналах, везде был такой момент. Ну и приношу статью о Ленине. Как раз меня спросили. О, это не пройдет. Я там местами писания показываю. Это не пройдет. Почему не пройдет? Ну да, читатели не примут. Так зачем вы за читателей рассуждаете? Дайте им. Этот материал-то пошел на фурор. Я говорю, а вы говорили, ну смотри, мы... Да вы не решайте за ней, за кого. Ты дай материал. Вот я сказал, один говорит, и что нужно говорить? Не дает здравого мышления. Злоба вообще отнимает разум. А раз ты озлобленный, поэтому он безрассудно все это делает, городит, а за это отвечать он даже не думает об этом. Совершенно. Страха Божия нет, любви нет. И что бы он ни услышал, ни увидел, он все будет... И вот я заплата такая. А, заплату, вам миллионы дают. Он что бы только не видел. Вот какой недостаток? Человек слепой там. А вот слепой, его заранее Бог ослепил, поэтому он слепой лежит. Поэтому он слепой духовно. Да написано, Бог умудряет слепых. То есть злоба отнимает разум. Человек лежит без ног. А, да что бы ты благовествовал или что-то? Тебе Бог отрубил ноги, что бы ты не хотел. То есть безбожники лютые. И все, физические недостатки пытаются как-то осмысливать, а сами даже не видят, кто они. Их как будто не судят. Судят. Самые большие судья других, это миссионерские отделы. Их на этом учат и травят. А как исправить? Никак. Система будет разрушена. Самая главная беда сегодня, это сращение церкви и государства. При Константине Великом была и здесь. Любой власти будут лизать, где надо и не надо. Любой. И антихрист уже готов принять. В первую очередь православное. В первую очередь в России. Это говорит Осипов Алексей Ильич. Это действительно так. Они не знают Бога. А вот царь, и теперь любое решение, они его поддерживают. Бомбить кого-то вначале. Все, тут они. Воевать танки осветят, пойдут везде. А иначе меня уберут. Я знаю даже священник уже почти под 80 лет, и все еще с парашютом прыгает. Во, одни не боялись, так я им показал, как прыгать. Больше трех тысяч уже раз прыгнул. А то надо? Дальше. Жестоковыйные люди с необрезанными сердцем и ушами. Вы всегда противестись Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Они необрезанные сердцем, мирское сердце, наполнено мирским. Корысть, измена, трусость и обман. И они не понимают. И поэтому не надо даже и говорить. Я сказал один раз, а он нападает еще раз. Я снова ему ответил. Они не прекращают нападать. И те, которые меня обвиняют, они не понимают, что те, которые нападают, но они с ним вместе, в одном месте находятся. Он их не трогает и видит, что они зашли за такую грань, дальше некуда. И решают, теперь решают вечности, там называют такими словами и проще. Да откуда тебе это знать-то это-то? Это не гордыня. На место Бога. Канонизировать надо, анапими предавать. То есть это система урода и души. А ты выйди из этого, свободно встань и скажи, я христианин. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Вот они стояли, убийцы рядом. Стефан говорит, кого назовите? Все пророки были гонимы. Почему? Они не вписывались в систему. Они говорили так, как Бог скажет, то скажу и я. Пророк Михея, Еремия. Вот в фильме Еремия, это один из самых лучших фильмов. Он не хочет говорить, а Бог говорит. И вдруг он преображается. И царь стоит. Уже что делать дальше с ним? Только нормальный был человек. Сын священника. Приносит жертву и вдруг нож положил, а вещку не режет, начинает резать самого царя. Вот как делает Бог. Когда он тебя поднимет, ты уже рассуждать не будешь. Ты выйди из этой системы-то. Встань перед Богом, помолись, как следует. Три дня не пей, не ешь. А то и пять. Чтобы тебе, говорят, брата райские открылись перед глазами. Кого они гнали? Они молчат. Они убили предвозвестивших происшествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вот они предатели и убийцы. Как они могли это терпеть? За что они его гнали? Они камни ищут убить. Предатели и убийцы. Церковники это предатели и убийцы. Раз они не свидетельствовали, ты не считал Слово Божие, не знал его закон, тогда не считая Слово Божие. Не зная закон, ты нарушаешь, а нарушая погибаешь. Святой Англотаус. Тысячу лет Библию прятали. И сегодня. Ничего народ не понимает, толкется во время службы. Сколько раз поддумать не разговаривать. Служба идет, отстань, богато ты знаешь. Особенно церковники в черных, не церковники, они там свечи тушат, моют. Разговаривают, полным голосом приходят в храме. Всю службу. И что можно сделать? Ну ничего не знают. Убийцы. За деньги. Вечное поминание. Там давали где-то, и там поминают вещи. Да никто там не поминает уже. 200 лет назад отдали. Это все слова. А сколько стоит псалтыр, просчитать, 40 уст. То есть все на деньгах. Церковный бизнес. Никакого отношения к Евангелию не имеет. Получили даром, получили давайте. Святая Десятина все должна заменить. Где Десятина, там порядок. Где нет Десятины, торговля. Почему вам торговлю-то не выбросить? Значит, Христос еще не приходил в этот храм. Это дом его. Вертепом разбойники сделали. Священник, который не дает эпитемию за нарушение. За аборт один. 10 лет. За один аборт. 10 лет отлучения от церкви. Где? Назовите мне хотя бы один храм в России. За рубежом. А если допускает? Ну, поклоны какие-то сделают. Гибнет сам священник. Гибнет. И кого прищищает? Гибнет. Два мертвеца стоят. Иоанн Златоуст. Вот как они могут относиться к Степану? Никак. Только убить. Он говорит, предатели-убийцы. Главное убийцы, упыри, это в церковной ограде. Это у руководств, которые стоят. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили. Не сохранили. Они это думают, хранители закона. Приняли. Мы православное. Православие без соборов, это не православие. Если 413 канонов нарушается каждый день, переберите. До 30 лет нельзя рукополагать. Они должны быть извержены, написано. 50-е правило. О крещении, говорит, неполное погружение. Священник извергается. Апостольское правило. 6-й Севернанский собор, 14-15. Все порушили. Все до одного таинства нарушаются. При живых женах, мужьях венчают. Венцы-то сзади несут. Даже не надевают. Несут. Человек стоит, согнулся, голову мочит. Боятся католиков, а уже все католическое. Как они могут относиться к этому, когда я об этом говорю? Матавуча Стефана. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единошно устремились на него. Рвались сердцами. Скрежетали зубами. А почему? Он высветил их, что они никто. Они предатели-убийцы. Пираты захватили корабли, как я говорю. И никак. А для этого они обеспечили себе там в верхах их поддержи, Дворкины. Дворкин. Понимаете, если Дворкин, у тебя хорошее с ним отношение, ты сам подумай, куда ты идешь. С разных сторон слышу уже. Такой ропот идет. Всех друг против друга натравил за 20 лет. Человек вообще не знает, что такое христианство. Ему разницы нет. Он будет служить где угодно. Дальше. Дальше. Затыкали уши свои. Единодушен все устремились на него. Вот они единодушен на меня и устремились. А единодушен это многие. А многие это толпа, толпа. Волки лютые. В кучу собираются. Это кодл называется. Я ничего не добавляю. Откройте словарь. До этого слова слушали его. А здесь... Вот теперь до этого слушали. А потом... А за семь подняли крик. Говоря, истреби от земли такого. Ибо... Ему не должно жить. Это против меня вот эти слова. Я радуюсь, что Господь позволил мне эти слова облобызать. Его, Игнатий такой-то, его обязательно там то-то-то будет с ним. Упадет с крыши, он или утонет там, или сгорит там, или еще что-то. Ну, что сказать. Вот видите, как слушали его до определенного момента. Когда же семь дней оканчивались, тогда асийский иудей, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки. А он пришел, жертву приносит за обед на зарейство семь дней. Крича, мужи израильские, помогите. Этот человек всех повсюду учит против народа. Враг народа. И закона. И закона, беззаконник. И место сего. То есть против храма. А место сего это означает, что там у них в церкви уже придумано, деньги везде. Он против учит. Притом и Елена вел в храм и осквернил святое место сие. Он с баптистами, с католиками, признает рукоположение у них истинное. То есть смысл-то тот же самый. Я отвечаю на это. То есть обвинение тройное. В непатриотизме, в нарушении традиций, отношении к монашеству, к мощам и к иконам. И в отношении к храмовым проходным дворам, которые давным-давно стали вертепами разбойников, кровожадных упырей и кровопейцев. Но они сказали упырей. Я теперь это слово применяю и показываю. Это вы. Это слово-то я его никогда не употреблял. Это я его слово возвращаю им. Прелесть, гордыня. Нигде больше прелести нету. И гордыни, как в церкви. Решают, где человеку быть. Сегодня. До суда Божия. Не садилась ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот, я видел это, говорит Господь. То есть они не считают, что это вертеп разбойников. Нет. Я видел, Господь, говорит, они этого не видят. Наконец выгнал их. Вот где применять силу надо, а здесь нету. Я спрошу торговлю, где выкинули за тысячу лет? Из какого храма? Вот так, чтобы с шумом, с криком пошли отсюда. Нет этого. Нет, почему? Мамуана слепился. И говорил им, написано, дом мой, домом молитвы наречется. А вы сделали его вертепом разбойников. Ну и как они относились ко Христу? За что они меня гонят? И я это говорю, постоянно говорю эти слова. И поэтому они меня простить не могут. Это на месте. То есть это естественно. Андрей Кураев прямо говорит, говорил бы, Игнати, по-другому о патриархии. Отношение было бы другое. Совершенно правильно. Они обречены. Им не будет пощады. Вот они и лютуют, злодействуют. Страна стоит на самом краю бездны. А эти вурдалаки именем Христа гонят людей во тьму, как служители мрака и тьмы геенской. То есть не о Боге говорят. Совершенно не о Боге. Отвечают на вопросы. Писания нет. Писания никаким авторитетом не пользуются. А что мы, баптисты? С Библии носитесь. Порушили литургию, полностью похерев литургии верных, ибо нет, кавычках, оглашенный изъедитель. Рукоположен до 30 лет возраста, что делает их изверженными. Ну все, я по канонам говорю. А они, мне настоятель сказал как-то, если бы вы не говорили, что крещение неправильно, никто бы не знал, а сейчас звонят и звонят. Николай Войтович мне говорил, благочинный-то. Чтобы никто не знал. Если же вы не послушаетесь его, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и гназа мои будут изливаться в слезах, потому что стадо Господне отведено будет в плен. Вот что еще впереди будет. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Ну как это, возненавидел, да как это? Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихим и совершают мерзости. Вы понимаете, сборище священников, употребить это слово нельзя. Сборище. В кучу собранные, они нападают на кого угодно. Сказали, все растерзает, даже не будет. Этого канонизируют, значит, полуумный там уже был человек, еще не знал, все равно канонизируют. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Савуов, то я пошлю на вас проклятие, прокляну ваше благословение. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Бог проклинает. Понимаете, а эти слова вообще табу закрыты на 10 запоров. Нигде никто не знает. Вот это благословляет священник, а Бог говорит проклинаю. Как это может быть? Ну, это разве не заставило бы их вздрогнуть, а я открываю слова, эти счета, они меня просить никогда этого не могут. Никогда. Они только затягивают к себе, чтобы... Ну, примите, войдите в московскую патриархию, чтобы сразу отсечь голову. Сейчас они до мной власти-то никакой не имеют. А так где-то они могут еще там дым пускать изо рта. И я им это доказал и показал. Горящим факелом ткнул в змеюшник Рохобору и Прелебодеев. Почему? Ой, 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 змеюшник назвал. Змеи порождения Хинина, много змей змеющих, что-то умирали-то. Быть змеем не считают за грех. А если назвал, это уже, ты говоришь слова грубые, да такие, ну, грубые. Прелебодеи и прелебодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Вот вывод делает какой. То есть это духовные проституты. Прелебодеи и прелебодейцы. С миром слепились полностью. Дружат, ты посмотри, с кем только что, только не оправдывают. Страну разворовали, все это правители. И со всеми церковниками, с Ельственным сидел патриарх рядом. Да мало того еще, отпевали его как. Коммунисты говорили, ну, кол осинованная была забита только в могилу. С самыми главными убийцами, знались, я не знаю, как Сталин, уже умер. Величайший тиран, тиран тысячелетий. И перед ним Алексей Первый распинается и говорит, какая духовная там сила ушла и прочее. Это ни стыда, ни страха нету. И Зиганов там сидит рядом. И Проханов. И сидят они вместе, все это одно. Ну, неужели непонятно-то, что все слепилось, все на погибель. Дружба с миром-то какая? Это вражда против Бога, это равнозначно. Дружба, пожалуйста. Вражда? Нет, так это оно и то же, знак равенства стоит. Напускай до причастия без подготовки и без епитимии, что губит своих слепцов и низвергает в яму проклятие за несбрежение. Дальше. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба и сего, и пьет, и чаши сего. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Ну как растужать, когда не слышал, не знал? Даже причащается, ну дьякон мне говорит, ой, женщина, что-то мне в рот попало, она даже не знает ничего, вышла и плюется стоит там в урну. Я все это из урны вытащил и зашел, где крестилка там, благочинному, и говорю, что теперь делать-то где-то? То есть они совершенно чужие люди. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ну а вот это считайте все время, это пред причастием-то. Маленький, что-то дойдет. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Чтобы не быть осужденными с миром, судимы от Бога должны быть. А как судимы? Бог показывает свой суд через Святую Библию. Что тебя ждет? Забитые больницы и бурно расширяющееся кладбище – это результат церковных пиратов и упырей кровопийцев. Вот так, это те, которые недостойно причащают. Вот я вам упырь и показываю, то, что вы людей губите, питаетесь чем? И все берете с них, с овещи, кстати, их сдираете до костей. Это говорит пророк языки Иеремии, это не мои слова. Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба падут в яму. Оба, а то батюшка знает, и все, вам зачем говорить, батюшка знает, ну слепец, он еще знает, он тебя ведет в яму. И дальше. Юрий Соболев, что может быть кроме согласия со всем вами сказанным? Его тоже достается теперь за меня. Прибавить нечего и убавить тоже, все-таки есть. А ваши обороты точные и острые, бери читатель и пользуйся как афоризмами. Более метко и колко, нужно постараться сказать. Утром, завтра должен быть ролик, номер 76. Вот и я говорю. Сегодня разъяснял слова всплеск Скуратовского, Марьясову. А это уже послесловие об упыре, кавычка. То есть они взяли слово упырь, я и показал ко мне, они никак не относятся. А то там крови питаетесь, как мыши. А то убиваете их души, они вам доверились, они еще не знают о Боге. Юрий Соболев, эти всплески хулителей уже не удивляют, но он напоминает бешеную агонию сатаны, вошедшего в уста злословящих. Игла, призывающего сойти со Христа, Христа со Христа, ибо свершалась, и совершая цены неочевидные, близится конец. Игла, под разными именами, никами и камуфляжем, рыскают в поисках сотворения сыном Гиены. Горе вам, книжники-фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делайте его сыном Гиеном, вдвое худшим вас. Видите как? Это страшные слова-то. И они применяют куда, кто говорит им. И Степана побили камнями. А кого из пороков не гнали отцы ваши? Кого? Михаил Кальмай. Предупреждение отца Андрея Кураева. Еще одна иллюстрация тезиса о том, что православные епископы всегда оказывают услуги любому, даже самому временному правительству. Но потом столь же неизменно претендует на роль главных патриотов, защитников и совести нации. Понятно. Царь Николай только отрекся. Только отрекся. Временное правительство. И сразу пошли телеграммы благодарственные от всех. И Антония Храповицкая наконец-то получили свободу. То есть они поняли, что как будто сегодня, что свободы у них никакой не было. Царь понимал. А они не понимали, почему царь предложил себя даже патриархом быть. Но все промолчали. Вот и все. Вот теперь они увидели. Но они не знали, что ни одного не было. Кто бы сказал, за временным придет правительство другое, и вы все пойдете под нож. Ой, теперь свобода. Такое дадут. 20 лет была перестройка. Это что сделали? Ничего не сделали. Так все осталось. Храмы, храмы, храмы. И схромались все. Не верьте трескучей пропаганде. Церковные власти не помогут вам в вашей беде. Да. И это константа церковной истории. Это не страшно. Церковь и вправду не для этого создана. Но от чего-то она постоянно примеривает на себя чужой мудиль замполита. Не надо было тогда еще митрополиту Кириллу, а ныне патриарху, цепляться за патриаршество, при этом имея желание исправить положение православия в стране и состояние самой московской патриархии, положившись на свои слабые человеческие силы и будучи уже замаранным в табачном скандале и в экуменическом движении. То есть видите, Андрей говорит, как раз, они не знают, что делать с ним. Он говорит, ну почему было так не сделать, как патриарха Тихона, где-то не положили там, жребий слепого привезли там, Алексея, и он вытащил. Нет, это боялись. Уже там расположено было, все сделали. Знают, как они голосовать. Он пошел путем Озы, как и все, в кавычках, советские патриархи. Теперь им не верят и имеем, может быть, доброе намерение, связанное недоверием, вынуждены оправдываться, а доверия все равно им нет. Что постеришь, то и пожнешь. Вам доверия нет, а мне доверие будет, если я буду говорить правду. Доверие от вас, конечно. И вы-то почему злобитесь? Знаете, что это правда, что я вам говорю. Правда. И поэтому местные. Иначе бы сказали, да мало ли, что там брешет старик, только делом. Не можете. Вы смотрите, что они тут говорили. Там, воробья ловит кошка, как они крови заливали, что выставляют. Конца края этого нет. СД, это СД меня непрерывно будет преследовать. Почему? Это путь Господень. Гнали меня Господь, будут гнать и вас. Я каждый день благодарю Бога. Благодарю. Юрий Соболев, сегодня был насыщенный день. И допоздна занятия. Много вопросов было. Преподает он в университете, в академии и в епархии ведет занятия. Катехизаторские курсы, там вообще занятия. Посему в качестве, в кавычках, светофильтра, фрагмент истории одного обращения, в кавычках, рассказанный недавним слушателем наших занятий. Часть пути до дома шли вместе. Отсюда и повествование. Я крестился почти случайно. Между делом. Шел мимо нашего храма, зашел, купил крестик. Это человек рассказывает ему. Вы же рассказывает. И цепочку. Ну и все, крестили. Но недавно узнал, что оказывается нужно причащаться. А я ни разу не причащался. Это за три года, хотя человек посещал храм. Понятно, что. И они на меня нападают. То, что у вас в храмах-то есть, вам не до меня. Это надо быть насколько бессовестным, чтобы все в развале. И всем это понятно. Сектанты все растащили. Потому что или спасайся, или... Какое православие-то вера-то? Это религия, обряд один, выдумка, деньги где-то. И они на меня еще лезут-то. Вот в чем дело-то. Почему? Я, может быть, последний, кто вам возвещает об этом. Еще раз говорю. Утишьтесь. И особенно злобствуют так называемые миссионерские отделы. Это уже извращение всего. Какие отделы? Ты встань на улицу, начинай говорить. Как этот приезжал у нас Булатов Алексей Владимирович, руководитель библейского отдела сибирского, библейского. И он говорит, приехали откуда-то к ним и говорит, дайте нам бесплатно там это. И тут курсы у нас на сибирске, как ходить благовествовать. Он так и ахнул. Какие деньги? У вас сейчас свое мне было купить где-то. Вот мы ни у кого не спрашивали. Мы только в окрестностях раздали больше 30 тысяч евангелий. Только в окрестностях, где живем-то. А уж сколько всего, речь идет тоннами. Тоннами. Покупали все за свои деньги. И дальше. Оказалось, что никто ему ничего не разъяснил, что после крещения следует быть причастником христовых тайн. После всего рассказа у меня будто силы вынули. Хороший вечер после занятий растаял. Да и мало ли таких христиан, бедолаг, некрещенных, непросвещенных вокруг. Николай Акулов. Душераздирающее зрелище. Как жесток мир. Апокалипсису быть. А тогда что? Вот видите, как человек возмутился. Собака задавлена, а другая сидит. И я ее убираю с дороги. На эту, на собаку. Апокалипсис уже. Из-за собаки-то. Это такое стихотворение у Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу! Это когда еще было сказано. И здесь точно так же. Еленов Ф. Уважаемый Игнатий Тихонович, после нашего знакомства по скайпу я стараюсь смотреть все ваши ролики. Благодарю Господа за вас. Хочу попросить вас помолиться за меня и мою семью. У меня сильно болит спина. Врач говорит, ущемление нерва. Ходить пока не могу. Делаем уколы. Очень благодарю за ваш труд. Спаси Христос. Вот это Елена. Мы молимся. К силу и день нам поступают сведения. Теперь что смотрим. У меня листик есть. Мой мир. Я считаю, это лучшая система. Лучше всех контактов и прочее. Заходите сюда в друзья и кое-что будете получать. У нас тут сколько видео? 18 тысяч. А 2 тысячи 617. Ну, то есть много. И 18 тысяч 500 фотографий. Теперь, вот какие поступили на наш форум? Ольга Равнова. Здравствуйте. Извините за такой вопрос. Если Господь при крещении не родил от Духа Святого и от воды и не дал ангелов-хранителей, значит крещение не состоялось? Ну, как не состоялось? Крещение-то было. А что не научен был, надо учить. Ну, откуда знать, что дал Духа Святого или нет? Надо точнее узнать. Значит, просить. Помазание-то было. А было ли, чтобы Дух Святой-то коснулся сердца? Я знаю, что к этому надо готовиться. Не с улицы. Как этот рассказывал у меня Юрасов был. Я крестил племянника. А он только спросил. Убредил я его? Креститься надо. И он спросил. А сколько будет продолжаться? Ну, я говорю, минут 10. Он говорит, вот так вот, как курил. Вот так вот. Вот так. Пасал. Бросил окурок. Давай. Скажи, чтобы вместиться порядок 10 минут. Иначе никак. Это говорит архимандрит. Ну, что спрашивать. Дальше. Леонид Короткин. Здравствуйте. Вы не подскажете, в каком вашем видео вы рассказываете о косметике? О чем? Косметике. О косметике? Да. Ну, я не могу сказать. Я могу сказать только, что говорил Ефрем Серин. Для чего женщина красится? Чтобы завлечь чужого самца. Одно предложение. А Златоуст говорит, Бог не дал красоты. Красишь губы на полобола. Там полрубля. Ты ее не купишь. Еще более безобразно будешь выглядеть. Ну, это еще и сказать. Добрый день. Вы слыхали про церковь источник жизни. Можете рассказать, чем отличается церковь от обычной? Ну, это не церковь. Это секта. Церковь не как называется церковь. Христова она была и есть. Православная церковь. А это новая секта. Они рождаются. Говорят, их 21 тысяча уже еретических сообществ какие-то. Никаких слов конфессия. Вот когда они говорят. Как они еще говорят там? Динаминация. Динаминация там. Демонизация эти. И нету. Слово ересь. Поставьте на место. Два слова эти. Там ересь должен стоять. Ее заменили другими словами. Дальше. Вопросы какие-то, а не так. Наташа Смирнова не поняла. Старославянский это и есть русский. Но здесь главный Никон и его раскол. Что вы хотите этим сказать? Вас надо слушать до конца. Что вы думаете о Никоне? Вам попадалось в литературе о нем? Да, у меня была книга очень большая. Страница на 800. Зюзина. Я не знаю, где она сейчас. У кого я много раздавал. Ходил, вел занятия в университете. И за мной приходили юноши. Я много. Я переплетчик. И большие такие тетрады из отходов бумаги. И разные книги разносил. Два-три рюкзака. На каждое почти занятие. И говорил, возвращайте, когда просчитаете. Никто не возвратил. Я уже знал, что не возвратят. Ну, меня Бог наградил. У меня много было. Вот теперь дальше. Ну, тут еще где-то мелкие даже считать не буду. Вот еще что. Ингалашвили. Игнатий, как выглядит лично Ваша вера? Не общецерковная, не по-написанному, а Ваша именно. Ну, так вот и смотрите, как. Я уверовал, жизнь изменилась. Пришлось уйти с работы и прочее. Где там нельзя было. Ну, вот ответы какие-то я даю. Ну, это мелкое. Почему так мелкое-то? О чем здесь? Здравствуйте. Вы не подскажете, в каком вашем видео вы рассказываете о косметике. Ну, вот я... А здесь я говорю. ССАЯ-3-16 там. Ну, вот из-за платки там, ну, проще. Посмотрите, где есть. Здесь все. Видите, я уже пропускаю очень много. Сколько я ответов тут даю? Ваша Вера спрашивает. Сколько вот здесь у меня сообщений? 7388. Ну, представьте, сколько времени она отнимает. И надо понять, сколько страниц. Вот третий вопрос. Что тут отвечаю? Артем Артему, здравствуйте. Простите Христа ради. У меня есть вопрос. Я учусь в семинарии. И уставом у нас запрещено носить бороды. Пока не посвятят в очтеца на пятом курсе. Осенью, когда я поступал, у меня была оборотка небольшая в силу моего юного возраста. И мне сразу администрация сказала. Или ты сбриваешь, или ищи другое учебное заведение. Погоревав, наплакавшись, мне пришлось подчиниться. Как быть в таком случае? Сколько я не пытался проректору доказать, что это грех. Он не слушает. Зачем ты туда и лезешь? Это суродовать где-то. Это не вот что уставить. Это наша система. Вот это система. Я говорил епископу, митрополиту. Зачем вы уроды эти людей? Зачем? Вы посмотрите иконы. Здесь что-то еще. И ответ. В семинарии такая есть яма в преисподней. Ее такие руководители сутлютые волки. А вы продали душу им. Зачем? Уйди, не приближайся к ним. А бороду не трогай. Уже оскверненный. Да. Я вот вернулся, когда я из заключения. Бороды-то не было. Меня каждый раз брили. Я не прикасался к бритве. Ну и сидел дома. В церковной ограде где-то приду, когда я в храм не заходил. Пока борода не отросла. Так. Хочу к вам приехать для того, чтобы, во-первых, принять правильное крещение с троекратным погружением. Во-вторых. Ну, Даша о себе пишет-то. Ну, надо выходить еще раз. Мы тогда поговорим. Стоит ли вам ехать? Может, там найдете. Один вот не мог найти, а поехал на Афон и сказал, я моченый. И там выше всем монастырем мы крестили его в море. Весь монастырь. Они там не признают вот это мочение патриарша ни за что. Войны, я сынецки не признавал. Да не я придумал-то. Ну, не было крещения. Крещение означает погружение. И все это вращает. Семинария, академия заканчивается, чтобы оправдать любую безобразную практику. Роман Фроликов. Игнатий Тихонович, прошу вас написать, сказать о внутренней умно-сердечной молитве. Ой, умно-сердечной. Да где это есть? Или молишься, или не молишься. Умно-сердечной. Нахватались слов-то, а ничего и нет. Андрей, скажите, как понимать все эти повествования? Разве можно изменение участи человека после смерти? И если да, то в каких случаях это допускается церковным мучением? Введение вечных мучений один из афонских подвижников открыл святогорцу, известному юн отцу Серафимы, следующее. Ну, дальше прочитать тут, что есть. Это все вопросы уже фактически отвеченные. Я тут ничего нового-то не придумываю. Только проясняю иногда. И дальше. Вот отвечаю. Участь умерших описана в Святой Библии, и только этому им можно доверяться полностью. А остальное все должно быть сверено со Словом Божиим. А не бредим и пьяный старух, как говорит святой Ян Златоуст. Не баснем досужих вымыслов. Ну и дальше вот как отвечаю. Мой ответ. Еще раз говорю. Кто из сегодняшних где-то отвечает вот так по Библии, вот места Писания. Покажите, познакомьте. Я люблю этих людей-то. Вы познакомьте. Но сколько не прошу, никого нигде никто не отвлекается. То есть в пустыне. Вот все места, которые говорят, что дает что-то или нет. Дальше вот еще сколько-то. Это все места Писания подтверждают. Все это забросили. Вот, пожалуйста. Прочитайте места Писания. Что говорит Бог об этом? Понимаете, это один ответ. Сколько раз надо Библию было открыть, записать, выписать сюда. Это ответ. Потому что вопрос очень серьезный. Оксана Клименко. Здравствуйте. Вы говорите в своих видео, что это неправильно поклоняться мощам. Им необходимо с честью захоронить их. Правильно ли я вас поняла? В вашем храме нет мощей вообще и вы сами не поклоняетесь? Спасибо за ответ. Да, таких мощей отдельно нет. Там антимин, что если даже никто не знает, чье там, чьи мощи-то, оно не написано. Мощи все надо захоронить с честью. Потому что все остальное это вымыслы человеческие. А тут еще-то есть что-то? Филипп, я думаю, вы люди... А, нет, это вопросы задают. Мне вопросы. О, Инга. Что тут? Я смотрел ваше видео, и я так поняла, что вы приглашаете распространять веру православную по всему миру. Знак вопроса. Игнатий Тихонович, скажите, пожалуйста, а если не соблюдать посты, будет что-нибудь? Да ничего не будет. На два года отлучается сразу. Канон, говорит. Без постов нет, церкви. Это вот ответ я даю на что-то. Давай-ка. Про мощи. А почему мелко так? А потому что в это время система перестала разрешать. Где-то было время. Это мои ответы. Они всегда крупно выделяют писание. Здесь ничего не забыло сделать. Это не моя вина. Дальше. Про мощи вопрос. Да, нужно счастье захоронить. А другие вопросы? Правда, никогда не любопытничайте. Да. Инга, вопрос о постах. Отвечаю. Я посмотрел ваши ролики, и я так понял, что вы приглашаете распространять веру православную. Ничего не будет, бижутерию краски выкиньте помощь. Вот смотрите, ответы где. Заходите на наш во свете Библии, и вот здесь вот, к истинному православию. Вот. И здесь я отвечаю самым подробным образом о крещении, о посте. И если где-то еще более полное есть, тогда скажете, что святые отцы все говорили. Все здесь есть. Вот. К истинному православию. Вот я ткнусь сейчас, посмотрите, заголовки какие. Сфотографирую это, чтобы увидели, какие заголовки. Это книга, на которой я 40 лет трудился. Собирал материалы. Вот так. Ну и дальше. Анна Карапниченко. Спаси Господи, Игнатий, с великим постом вас. Благодарю за интересные проповеди и жития святых, которые приходят мне по рассылке в новостях. У меня к вам просьба. Может быть, в архиве ваших проповедей, а может быть, вы сами поможете мне понять смысл двух моментов из Евангелия. Как они применимы к жизни человека, если можно популярно? Первый, Евангелие от Луки, 5 глава, 33-39 стих. Никогда не понимала точно смысла этого отрывка. Ну, видимо, ответ там дальше будет. Это вот этот, наверное, да? Да. 5-33. Вот ответ какой большой. Это Блаженов и Филакт отвечает. Если можно, просто зайдите. Ответ большой. Алексей. Добрый вечер, отец Игнатий. У меня очень серьезный вопрос, который я не могу решить и понять, как лучше всего сделать, чтобы потом не жалеть никогда о соделанном. Я с детства верил в Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. И всегда знал, что эта троица неразделимая. Как и у всех людей, я падал, и Бог меня поднимал вновь. Падал, я поднимал. Ну, и дальше о чем он говорит. Вы прочитаете это. Мы время не будем терять. Просто сфотографируй это и прочитай. Это мне, что если нужно, что или нет. Я немножко еще пробегу одну. Вот это ответы какие. Если можно так показать, какие ответы. Дальше. Александр Кузнецова. Дорогой мой любимый Игнатий Тихонович, сегодня решила спросить о чтении Евангелия в алтаре. Очень был возмущен настоятель вопросом. Читая вашу книгу, том 1, толкование Библии, ваши комментарии о чтении на русском языке Библии и о том, что запечатана она за замками. О чем она говорит здесь? Потому что священник ваши комментарии читал на толкование, там, блаженософилакта есть ваши комментарии. И возмутился, что вы сказали, что на русском языке нужно читать Евангелие? На русском языке. Ну, вот понятно, что открыли, им это выгодно держать. Тут о чем? Не имею. Так, 1 Коринфянам 14,9, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать на умом. Ну, вот это про понятно, о чем речь. Дальше. Роман в ролике. Игнатий Тихонович, вам нужна моя помощь в развозе ваших книг из Калужской области? Нет, не нужна. Мы в всей помощи не нуждались. Никогда, никого, нигде. Ни в лагере, нигде не обращались. Мы сами все делаем. Тоже вот ответ прочитайте. И вот этот герой. И что тут он? Игнатий, подскажите мне, что делать? У меня брат занялся космоэнергетикой. Как ему нужно помочь, чтобы он прекратил? Ну, вот я отвечать потом буду. Это Сергей Новиков. Вот тоже вопрос. Просчитай какой. Еще? Александр Семенович. Мир вам. Где находится ваш поселок? И есть ли у вас жилье для многодетной семьи православной из Донбасса? Нет. Надо строить самому. Все начинают с нуля. Вот здесь ответы. Что? В старинных русских обычаях право на поселение может получить только тот. Ну, вот я говорю об этом. Читаю. Все еще. Михаил Кузнецов. Игнатий Тихонович, помогите ответить на ряд вопросов. Как миссионер. Сейчас веду очень тяжелую беседу с одним человеком. Почитайте. Может что-то. Ну, дальше прочитайте то, что он говорит. Вот где. Ответ где-то будет отдельно. Ну, все на этом. Подожди. Я гляну только. Если ответ-то должен быть. Ну, вот. Ответ показать. Это прямо заходите на наш форум. Вот он наш форум. Как выглядит. И вот здесь ответы. Так что. Видите, какие ответы большие. Ответы. Я уже дальше пошел. Григорий, добрый вечер. Вы же простите, что за комментарии накипело. Почему никто не видит истины? Все как зомбированные. Ну, вот дальше тот ответ. Еще. Маша Бондаренко. Здравствуйте, батюшка. Я хотел вас спросить. Мои родители на машине начали перевозить сигареты за границу. И их там сдают. И имеют с этого заработок. И мне говорят тоже ездить с ними. Потому что я сейчас не работаю. Что мне делать? Это грех, обман? Понятно, грех. Ну, первое же, ведь одеться надо. Как следует. То есть, пришла и все с нее разорвал. Кто или еще так у нее. Это не ее фотография, наверное. Виктор Кристев. Я слушал ваши ролики. Не все, но слушал. Но не получается у меня почувствовать ту сладость, которую чувствуют многие христиане. Разбирая священное писание. А я вроде в храм хожу, в Бога верю. Ну, понятно, православный. Но матом ругаюсь. Это еще и не надо. Вот она еще. Вопросы, ответы. Вот они где ответы. Просто прочитайте. Я промотаю один раз. Это ответы идут. Но ответы мелкие, поэтому успеете просчитать или нет, или сюда зайдете. И опять ответы. Иван Безминчук. Наставничий Игнатий. Я летом поступаю в Почаевскую семинарию. Мне 20 лет. Хочу стать священником. Подобно отцу Данилу Сосоеву. Отцу Олегу Стеняеву. Какие советы вы даете будущим семинаристам? Простите Христа ради за мою неграмотность. Так как, судя по вооружению, то на Стеняева будешь похож. А уже на Данила-то не знаю. Евгений Миронов. Здравствуйте. Игнатий Тихонович. Можно узнать ваше мнение на прошлый вопрос. И еще. Недавно Герман Стерлигов издал книгу «История России». Он про нее спрашивает где-то. Одно слово. Ратрушитель. Во. Пожалуйста. Кто это? Георгий Мауль. Пожалуйста. Полюбуйся. Добрый вечер. Видел видео с молитвой вашей общины и заметил, что молящиеся вздымают руки во время молитвы. Да. Где-то было объяснение этому обычаю. К сожалению, объяснение, да и фильм, никак не могу найти. Тот же обычай видел у единоверцев в Москве и у некоторых старобрядцев без поповцев. Не напишите мне значение вздымания рук и в какие моменты службы это делается. Я так понимаю, что традиция это очень древняя. Но, к сожалению, во многих местах утрачено. Все. Я теперь только покажу еще, что у нас все на этом. Вот. Видеоканал. Вот он какой есть. Тут очень много. Больше четырех тысяч роликов. И здесь же, если главное тут толкнете, вот слева, вот, то здесь жития святых на каждый день. Оформлены на каждый день. Ну и на этом все. Богу нашему слава. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Кто там слушал, помощники наши.